Мне стыдно за то, что россияне молчат, что их детей превратили в пушечное мясо, а они боятся даже открыть рот и сказать, что они против, сказать, что они не хотят, чтобы убивали их детей, мужей, братьев, потому что враг на самом деле он не на Украине. Враг не в Америке. Враг у нас в Кремле. Это новый фашистский диктатор Путин. Это все, это все, кто с ним связан. Это преступная партия Единая Россия. Все они принесут ответственность в решение происходящем. Будет инициировано возбуждение уголовного дела в Международном суде. Я так понимаю, что и Путин является лицом отношений, которое будет возбуждено. И я прошу отложить рассмотрение моего дела до решения ГАКского суда, когда будет точно понятно, является ли Путин военным республиком в связи с тем, что сейчас происходит. И таким образом, фактически, мое оценочное сужденное мнение является обоснованным. Я назвал Путина новым фашистским диктатором. Видимо, Путин обиделся, меня, значит, сюда приволокли в суд, начали судить. Но я-то оказался в итоге прав. Вы посмотрите, в стране диктатура, значит, у власти диктатор. Никто не будет рисовать, что сейчас фактически запрещены СМИ, цензура. То есть я считаю, что мои слова на самом деле, время показало, что они справедливые на самом-то деле. Ну, опять же, это мое объективное, вернее, субъективное мнение. Да, оценочное суждение. Я, как гражданин страны, имею право на него. Я хочу обратиться к солдатам российской армии. Не исполняйте преступные приказы, если вы считаете их таковыми.